Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня 24 апреля 2023 года. И я с Алексеем Воложаниным, вот он, кстати, если кто-то не знает, помните его лицо. Мы ведем серию репортажей в рамках подготовки к параду выставок, которые состоятся 27 мая в Ташкенте, 28 мая в Шемкенте и 29 мая в Бишкеке. Мы приехали в Алматинскую область. Аул называется Батан. И вот смотрите, я здесь вам хочу продемонстрировать экстенсивный метод содержания окос молочного направления. Вот смотрите, экологически чистые условия. Вот она природа. Вот под этими горами стоит сам город Алмата. И вот, пожалуйста, казоводство Казахстана можно ассоциировать вот примерно с таким подходом. Со мной вместе Мамрали, город Сарагаш. Мамрали, ассалам алейкум, представитель. Представитель Алматы, мой коллега-блогер Бекет Дусимбаев. Ташкент, Исмаил Исмаилов. Вот он руку поднял. Кинжага. Это Алматинская область. Это край Казахстана полностью. Вот так же со мной вместе Руслан. Руслан Соломель Каскерен и Кинилага. Вот мы пришли к козоводу, к месникам. Мухтара, ассалам алейкум. Вот посмотрите его спецодежду. Давайте теперь посмотрим обмундирование. Очки солнцезащитные, противоударные. Шапка, значит, она и в жару, и в холод. Потом вот эта вот брезентовая, брезентка, спецодежда, с капюшоном обязательно. Капюшон. Перчатки мотоциклетные. Перчатки. И обязательно кирзовые сапоги, потому что колючка и все прочее. Вот образ современного козовода, экстенсивного метода содержания. Вот. И все вы увидели в самом начале мотоцикл. Мотоцикл самое важное. Вот его мотоцикл. Это неотъемлемая часть современного козоводства. На козах GPS, да? О, круто. А, на козах GPS, верно? Да, GPS, коймаса куларжанг. Жоку, койте, караем, за телефона. Ага. Так. GPS, он, да, хажир, горна, тлада? GPS, кайна, машинник, а там. А, машинник. Берди и миска машинник, да, брики. Брики, а, общий отар, да, бельни, да? Да, доллар, хаммайд. GPS, он, да, телефон, да, сразу, скоро, вот раз, да? Да, телефон, да. Угу. Вот, пожалуйста, современный Чабан. Это GPS, это мотоцикл. Это полное обмундирование, хорошая порода. Вот. Какая-то жизнь, да? Всех жизнь. Всех жизнь. Нет, я не знаю. Уйден, что... Уйден, что... Уйден, что... Уйден, что... Уйден, что... Вот, пожалуйста, образ казахского козавода, современного козавода. Сонда, я говорю? Да. Вот. И вот, пожалуйста, человек на природе. Нету никаких болезней. Балашака не жив. Балашака, третий. Ну, в активном демографическом процессе. Четверо детей. Так, основной козавод, хандэ... Хандэ породал, основной. Проценты нуби. Проценты нуби нет. Дальше... Дальше... Да. Сонда, сонда, сонда... Сонда, занинге... Нуби-теке койбажатыр. Да, да. Сонда, я говорю, да? Наказ занин... Коп сут беретін парода, ага. Да, да. Ла, нуби косылганда... Кандай болады? Сют татты болады. Дам, эвкереда? Дам, эвкереда. Сосын, майялга жаксы болады. А... Абьём? Абьём аз болады, ага. Абьём аз оймайды, аа... Аа, аз оймайды, да? Аз оймайды, аа... Ну... Сонда, мы на жаелемді жүргенде... А... Октябрь, Наябрь, қай айлары? Наябрь кедем болады. Карт сгенненген колдады болады. Мартта, қайты шығарамыз. Марттта шығады. Сонда... Наябрь, Декабрь, Январь, Февраль, март... Бес ай... Корада болады, да? Умм... Корада болады. Да, это не так. Да, мама, сколько? Теперь, когда у вас есть сауленные ежики? У нас есть 50, но у нас нет 40. 40 бас. В среднем, когда у вас есть сауленные? 100 литров. И 500-денгейден, да? Да, 500-денгейден, 600-денгейден. А вот, мы садимся, как мы садимся? 800-денгейден. 800-денгейден. Да, да, да. Реализация, нет проблем? Реализация, нет проблем. Реализация, нет проблем. Мы садимся. 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 Так. Посмотрим. В последнее время, когда у вас есть 40 лет? 4 лет. 4 лет. 1-2 лет. 2-3 лет. 1-2 лет. 1-3 лет. 1-3 лет. 1-3 лет. 2 лет. 1-3 лет. 2-3 лет. 5 лет. Садимся. 5 лет. Да, да. Но теперь фенотипы. Как же фенотипы? Филотипы, формы? Да, формы. Мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Но мы не знаем, что мы не знаем. А, да. Значит, вы не знаете, что это пиакок парго? Нет, да. Вы не знаете, что вы понимаете? Нет, нет. Там пиакок, я нарушил его, и я беру его павилон. Он улетит в павилон. А, улетит. Потом, где вы? Он улетит вращение. Потом, какие параметры? Он улетит в английских параметрах. И вот, он улетит в поисковых параметрах. Да, да. Сами главный дамез, сразу дамез герой, татты боли, сады. Сосын сасоктарыны желендерны кует, тес саулады. Осында жайлымда жеркенде, аурулар көбеймеде ма или? Без екі вақыт жаңағында егі. Обязательно көктемдеге күзде екрез аптасал повторна дәрлейміз. Жаңаға ша? Сүткәсер болмайтын, ремек саламыз, жаңаға шеңтің құртына екірес, сасын шоғын шағымыз, шоғымыз, шоғымыз. Такас батарейкім ұтып қалымын күнде, номер мүйті сашы? Плюс жеті? 707, 606, 640. Плюс сем, 707. 606. 606. 6043. 6043. Нез батарейка просто можеш көріп. Бүгін ал, жетінші маға, сегінші репортаж болып жаттар. Кешке не шеге дейін? Жайлады. Бізде кешке жеті кеден жайлады, бірақ жайшығат қазір. Ейткен саламыз, дойқы, үстін меқламыздың қайлаймыз? Кім сау батырады? Бұз жәнді жаңаға кеншек меке өміз? Осын кен тағы еккісі бар, төрті ғам саулар. Жүмірші жағынан... Айлашығы жасағынан? Айлашығы жағынан? Недала саламыз, өміз мейл олас? Айлаты қазірде бүрі қазірде көрсізге бүрді жасыға бүрді жасыға, Друзья мои, фермеру продолжает нашу агроэкспедицию по козоводам. Сегодня мы приехали в гости к Инстарому. Мухтар, саламу алейкум. Расскажите, пожалуйста, сколько у вас коз? В общем, 80. 80? Да, только. 80 дойных или общие? Общие. А дойных сколько? 40. 40, да? Ты цифры даже не выучил. Я все выучил. Скажите, пожалуйста, а дойте чем? Руками или аппарат? Руками. Руками, да? С женой вместе. Два раза в день. Вы дойте или женщины дойт? Я тоже, женщина тоже. Помогаю, да? Да, помогаю. Отлично. А молоко куда сдаете? Молоко там есть клиенты. Стали клиенты. Еще оптовые продают от нас покупать и в город они продают. То есть не перерабатываете, продаете молоко, да? Да, да, перерабатываете и как чек-завод. Завод перерабатывает, да? У него, значит, оптовые забирают по 500, а так с дома в розницу 800 тенге 1 литр. А с реализацией проблем нету, говорит он, я до этого вопроса. А давно занимаетесь? Восемь лет уже. Восемь лет? Да, я конкретно. Начал с трех коз. Но я вижу, что козы здесь помешные какие-то, да? Да, нубий и злани. Нубийские и злани. А козы покупали здесь, где-то в Казахстане или где-то за пределами Казахстана? В Казахстане есть русские и другие. Они просто нубийские козы. Я удар перейдем. Он начинал с трех заганинских коз. Восемь лет назад. На них ставил только англо-нубийских козлов. Некоторых из России перевозил, некоторых из Казахстана. И в итоге вот у него F1, F2, F3, F4 поколения есть. То есть несколько поколений, да? Да, все они, это заанинские, покрытые нубийцами. При этом, вот насколько говорит Мухтар, лучшие параметры заанинских и альпийских перешли на козы. И лучшие параметры нубийцев тоже перешли. Вот у него получается вот этот будан, этот гибриды, поместные. При этом, при вот этом содержании эксенсивном, они с обоих пород взяли лучшие параметры. А вот получили первое поколение, крылья-то потом опять кем? Опять нубийцы, да? Да, да, да. Крылья-то потом опять нубийцы, да? Те, как они нубий, как они собрали. Только нубий. Только нубий. Только нубий. Сейчас у него получается, в них процентность нубий уже где-то под 80-90, где-то полной примерно. Да, 87,5. А, 87,5. 93 даже, да. То есть это там четвертое поколение. F4. Отлично. То есть вы занимаетесь поглотительным скрещиванием. Хотите получить в итоге стадо нубийских коз? Не, ну так, наверное, вопрос не стоит. Почему? У него вот эта порода, чисто нубийская, в чистом виде, они ему не нужны. Та, за нубий, Кирилюксюк. У него именно параметры хорошие прошли через Заганинских и альпийцев. Молодцы.